ну я рассказал про такие вещи как как пополнять что такое брокерский счет потому почему он очень важен именно для инвестиций вот ну а сейчас немножечко о том о структуре брокерского счета что такое как все это в историческом плане развивалась смотрите в 90-е годы у нас при советском союзе вообще не было бирж вот и жилось все хорошо потом появилось какое-то неимоверное количество бирж вот и все они были какие-то такие смешные вот но постепенно значит организовались в общем сказать основные три бирже три бирже какие это были бирже рисуем снова значит это были следующие бирже ну первая такая официальная биржа значит для того чтобы торговать валютой было биржа ммвб и сначала она была московская межбанковская валютная биржа то есть банки покупали там валюту но вы знаете что в 90-е годы была бешеная инфляция поэтому там валюта очень очень сильно значит много было операций в валюте поэтому поэтому валюта валютный рынок был очень очень важен вот и на ммвб основные объемы были по валюте сначала банки потом значит подключились физические лица а потом потом ммвб стала у себя на бирже котировать и акции крупнейших государственных компаний как это газпром там еще что-то еще что-то вот но с акциями у ммвб было не очень хорошо налажено вот а вторая биржа которая была это была биржа ртсб так не получилось ртсб ну просто для понимания надо понимать немножечко что такое было ртсб ртсб это биржа который организовали там на на строчановском переулке было так сказать академия имени плеханова я там торговал вот и там они хорошо наладили как раз с акциями всяких компаний абсолютно всяких разных ну а потом стали уже и те компании которые на ммвб тоже зареги зарегистрировались на ртсб вот но в основном все-таки акции компаний там но лучше структура была сделана на ртсб и и была еще одна биржа еще одна биржа которая очень сказать наладила очень хорошо работу уже с другими такими инструментами вы знаете что есть биржевые инструменты такие как фьючерсы опционы и так далее вот и лучше всего налажено было это дело на санкт-петербургской бирже на spb вот и кроме того санкт-петербургская биржа так как фьючерсы это все-таки продукт чикагской бирже семьи групп вот то очень сказать у них была налажена связь с американцами хорошо они это сделали и и там же сейчас идет через спб доступ к иностранным ценным бумагам вот смотрите еще раз ммвб это была в основном валютная биржа ртсб здесь акции лучше всего значит была инфраструктура построена на спб была построена акция иностранных компаний и срочный рынок поэтому значит сначала объединились ну ммвб ртсб они друг друга дублировались дублировали вот и в конце концов они объединились они говорят о чем нам дублировать друг друга они объединились и ртсб и потом тоже значит поглотили они же и санкт-петербургскую биржу сейчас биржа 1 она объединяет все вот это и вся эта биржа сейчас называется не ммвб а московская биржа но московская биржа это официальное название сейчас нет ммвб официальное название вот по-английски это москву почему это надо знать потому что моэкс вот моэкс это сокращенное на наименование московской бирже вот то есть все вот это вот все эти три биржи объединены в одну поэтому да но инфраструктура до сих пор осталась значит какие-то операции идут через ту инфраструктуру которая построена в ммвб какие-то операции идут через инфраструктуру ртсб и какие-то операции идут через инфраструктуру санкт-петербургской фондовой бирже и сейчас уже но многие брокеры уже делают объединенный брокерский счет, но вообще говоря, ваш брокерский счет это на самом деле три брокерских счета. Счет, давайте уже называть вещи своими именами, значит есть валютный рынок, это инфраструктура ММВБ, есть фондовый рынок, это очень важно понимать, фондовый рынок и есть срочный рынок Форц, срочный рынок Форц. Что такое Форц? Форц это фьючерсы, опционы на… я не знаю, что дальше. ФО это фьючерсы и опционы, все-таки на РПС, наверное. Вот, есть рынок, да, наверное, все-таки это на РПС, вот, фьючерсы и опционы на РПС. Вот, и на СПБ надо подключаться отдельно для того, чтобы торговать иностранными ценными бумагами. Вот, почему надо подключаться отдельно на СПБ. Для того, чтобы подключить к себе Санкт-Петербургскую фондовую биржу, так, сейчас, по-моему, уже можно и через онлайн. Но, вообще говоря, надо было приходить лично к брокеру. Почему? Потому что, смотрите, когда вы покупаете иностранные ценные бумаги, ну, в частности, американские, в основном американские, будем называть вещи своими именами, вот, то вы инвестируете в Америку, и вы получаете дивиденды. И если вы получаете дивиденды, то вы должны платить там налоги в Америке. И если вы не заполнили, не получили себе ИНН, не зарегистрировались в налоговой американской, в американской налоговой инспекции, то с вас будут брать 30 процентов, очень важно, 30 процентов налога на доходы, которые вы получили на, ну, вот, на американском рынке. Поэтому, значит, брокеры, некоторые брокеры не требуют визита личного, вот, открытие требует сразу. Почему? Потому что там они распечатывают вот эту вот самую форму для налоговой декларации, вы там расписываетесь, что вы такой-такой, значит, и самое главное, личная живая подпись, они ее отправляют в Америку. Вот. После того, как это заполнено, с вас берется стандартный налог на дивиденды в Америке 10 процентов. Ну, там, купоны, налоги, ну, так сказать, с американских граждан, тут вот ничего такого. Если вы хотите у другого брокера, да-да-да, W8BEN, вот это вот самое, это как раз, это не справка, это такой документ, он называется вот это вот W8BEN, он как раз для регистрации на, ну, фискальных органах США. Вот, для того, чтобы не платить форму, да, форма называется вот так. Вот. Если ваш брокер там не потребовался вас, вот, так сказать, не дал вам подписать, пожалуйста, поинтересуйтесь, почему и как это сделать, потому что иначе вы будете вынуждены платить 30 процентов. Теперь дальше. На СПБ, значит, доступ к американским инструментам. Уже, так сказать, давайте, может, до конца договорю про это. Доступ к американским инструментам дают не все брокеры. Не все брокеры дают доступ через СПБ к иностранным ценным бумагам. В частности, ПСБ, например, не дает, потому что он отключен от SWIFT, старается там как-то вот как бы отсоединиться. Вот. И с валютным рынком там не очень. Тиньков инвестиции не дает доступа на срочный рынок. Нету там срочного рынка у Тинькова. СПБ, там есть отдельные акции американские, их достаточно много, там большой набор. Как они делаются, я не знаю, так сказать, он как-то наладил. Вот. Ну, там все по-другому, все иначе. У Тинькова все по-другому. В принципе, интересный брокер, но все по-другому. Вот. На СПБ, я уже сказал, нужно вот эту форму заполнить. Вот. Так. Теперь смотрите. Вот так как эти традиционно были все, все биржи, они абсолютно были независимы друг от друга и разные, то вроде бы я открываю счет брокерский. Один. Но на самом деле открывается сразу три брокерских счета. То есть, есть брокерский счет. Нам присваивается брокерский счет, там номер. И у брокерского счета сразу три как бы субсчета. Это валютный рынок, это фондовый рынок, это срочный рынок Форц. Это главные счета. Есть еще дополнительные. Вы можете открыть дополнительный субсчет. Вы можете открыть дополнительный счет на структурные продукты. Это отдельный счет на структурные продукты. То есть, у меня вот раз отдельный портфель, структурные продукты называются. Он совершенно отдельный, там другие все правила. То есть, я перевожу с одного портфеля на другой, на третий, на четвертый, на все вот это. Поэтому, когда я пополняю брокерский счет, вот сейчас очень важно, смотрите. Когда мы с вами пополняем брокерский счет, то мы пишем через банковский перевод, помним, да? Мы в банковском переводе назначение платежа пишем перевод денег на брокерский счет такой-то, там или брокерский договор такой-то. Мы сейчас увидим это чуть позже. от такого-то числа на валютный рынок, на фондовый рынок, на срочный рынок форц. Вот это вот очень важно указать. Если вы этого не указали, перевод не пройдет. Через пять дней вам деньги вернутся назад, а вы будете ругаться, почему деньги не пришли, почему? Потому что я хотел, мне срочно надо было купить валюту, а деньги не дошли. И, значит, там какие-то вот звонить куда-то, там что-то доказывать. Зачем это делать? Этого делать не надо, надо сразу писать правильно. Вот, сейчас мы во второй части это запомним. Еще один момент. Смотрите. Отличие от счета банковского. Смотрите. Банковский счет. Мы открываем и там, ну мы привыкли, рубли. Вот, есть банковские счета, ну, так сказать, в валюте были, значит, в евро. Сейчас они практически уже, ну, в общем сказать, мало какие банки открывают счета уже, потому что, типа, нужна нам валюта. Но есть возможность открыть в рублях, в долларах, в евро, там, например, да? Вот, ну это отдельные банковские счета. Есть мультивалютные карты, да, там Тинькофф, там, по-моему, ВТБ, есть мультивалютная карта, где-то еще, значит, ну, там переключаешь просто с одной валюты на другую. Вот, это возможно. Что здесь? Смотрите. Брокерский счет. Для чего он предназначен? Брокерский счет предназначен. Валютный рынок, понятно, для купли-продажи валюты. Фондовый рынок предназначен для купли-продажи акций различных. Срочный рынок для других инструментов предназначен. Для фьючерсов, опционов и так далее. Так, сейчас я звук отключу. Звук-то я вам отключу. Вот так. Для других инструментов. Поэтому на брокерском счете, на разных вот этих вот счетах, это разные брокерские счета, просто вот буквально мы должны понять. И на каждом из этих счетов могут быть различные инструменты. То есть я хочу сказать, что брокерский счет, это не просто счет, в котором какая-то циферка стоит и все. На самом деле это целая система. Целая система, которая очень сложным образом управляется в автоматическом режиме. Все это обеспечивает брокер. Это еще одна его функция. То есть ввести брокерский счет и ввести учет всего-всего-всего, что там есть. А что там может быть? Смотрите, валютный рынок. Давайте пишем, значит, что может быть на валютном рынке. Значит, там рубли могут быть, правильно? Могут быть? Ну, конечно, могут. Сейчас, секундочку. Рубли. Могут быть доллары. Так, сейчас. А, ну да, на английском лучше написать. USD. Евро могут быть, правильно? Ну, это очевидно достаточно. Здесь никакой экзотики нет. Экзотика пойдет дальше. Значит, на валютном счете могут быть британские фунты. Пожалуйста. Здесь нет проблем. Вот. Здесь могут быть швейцарские франки. То есть, вы должны понимать, что вполне так где-то. Че. Си-эйч. А, так, у меня на русский переключился. Си-эйч. Швейцарские франки. Вот. Что там еще может быть? Так, раз, два, три, четыре, пять. Когда я начинал работать с брокером, были австралийские доллары. Сейчас их нет. Но гонконгские доллары, по-моему, есть. Вот. Скоро мы узнаем, что там есть. Мы прямо посмотрим. По-моему, там есть еще турецкая лира. Вот. Но я не уверен. Вот. Это на валютном рынке. И валютный рынок мы можем пополнять во всех этих валютах. Мы можем перевести деньги в рублях, в долларах, в евро. Если у вас есть банк обеспечивает счет в швейцарских франках, в британских фунтах или в гонконгских долларов, пожалуйста, вы можете сделать перевод в этих валютах. И, наоборот, вы можете снять большую часть из этих валют в наличку. Правда, придется заказывать в банке. Открытие позволяет, в общем сказать, в банке наличку заказывать заранее. Вот. Дальше. Продолжаем. Фондовый рынок. На фондовом рынке то же самое. На фондовом рынке учитываются и все акции, все облигации на фондовом рынке. Могут быть валюты. То же самое. Доллары, евро, фунты и так далее. На срочном рынке могут быть, сейчас скажу, рубли и доллары. Евро там нет. Вот. На СПБ исключительно доллары. Исключительно доллары. Там, по-моему, евро нет. Вот. Сейчас мы все это увидим. Вот. То есть, смотрите, еще раз, что я хотел сказать, что исторически так сложилось, что один брокерский счет объединяет, три как бы брокерских счета, валютный рынок, фондовый, срочный. На каждом из этих рынков идет учет своих инструментов, которые могут быть абсолютно разные на валютном рынке, на фондовом, на срочном, на рынке СПБ, на структурных продуктах и так далее. Здесь все, что я хотел сказать. Сейчас я, так, останавливаю демонстрацию. Сколько у нас времени прошло, я не знаю. Давайте мы, а, сейчас я сделаю, нет, давайте все-таки завершим и перезайдем, потому что следующий блок, он будет достаточно, не такой, подлиннее будет. Так, я не успеваю сегодня, ничего. Так. Так. То есть, это будет отдельное видео. Валютный перевод. Как сделать перевод денег в валюте. Это отдельная песня, я вам скажу. Смотрите. Вот здесь вот очень-очень важно. Дело в том, что люди попадали на серьезные деньги. Дело в том, что валютные переводы у нас идут до сих пор, хотя уже все налажено, Центробанк просто не вводит эту систему пока. Валютные переводы идут до сих пор через систему SWIFT. А система SWIFT, это американская система. И в Америке, да и вообще во всем мире принято брать за это деньги. И американцы берут за это деньги за каждый перевод 15 или 20, там, в зависимости от того, в каком банке у вас счет, 15, 20, там, 25 до 30 долларов за перевод. Комиссия стандартная, минимальная. Но эта комиссия для перевода в валюты действует для переводов SWIFT. Очень-очень важно, что это значит. Это значит, что если вы валюту переводите из другого банка, там, даже из Тинькова, все равно она идет через SWIFT. Это значит, из Тинькова в открытие, значит, через SWIFT перевод комиссия. Единственный вариант, как перевести деньги на свой брокерский счет в валюте без комиссии и вывести с брокерского счета валюту без комиссии, это сделать внутрибанковский перевод. То есть, смотрите, у меня брокерский дом открытия имеет расчетный счет в банке открытия. Поэтому, если я хочу пополнить, завести туда валюту на брокерский счет, я иду в банк открытия, кладу наличную валюту в кассу банка открытия, и дальше возвращаюсь к менеджеру и говорю, переведите-ка мне ее на мой брокерский счет. Так как все это внутри одного банка, значит, они говорят, так, они смотрят, так, у тебя какой брокерский счет, номер какой? Я говорю, вот такой, там, 57, 895, вот, он говорит, на фондовый рынок или на валютный? В принципе, это не важно, потому что потом внутри я могу перевести, вот, я говорю, на фондовый рынок, он говорит, хорошо, все, и все. И, значит, там достаточно быстро деньги появляются у меня на соответствующем брокерском счете, на соответствующем рынке. Вот, и наоборот, когда я с брокерского счета, я купил на бирже валюту, я должен, как ее вывести, на свой банковский счет, на свой личный банковский счет в банке открытия, без вариантов. У меня есть, например, возможность перевести деньги в Тиньков, но, если я перевожу с брокерского счета деньги на банк Тиньков, там предупреждение стоит, галочка, что будет взята комиссия 20 долларов. Не делайте, пожалуйста, этого. Если вы хотите купить валюту на бирже и вывести ее в наличку, значит, вы выводите эти деньги только внутри банка, внутри банка. Вне сразу свифт, сразу попадаете на комиссию 20 долларов. Это очень-очень важно. Я об этом сказал. Я должен был об этом сказать, потому что были случаи, попадали люди, были случаи, когда у людей там не хватает денег или там еще что-то. Вот, платят деньги. Не платите лишние деньги. Берегите свои деньги. Они нам нужны больше, чем банкам. Зачем дарить свои деньги банкам, если этого можно не делать? Лучше деньги брать у банков, а не давать их банкам. Вот. Что дальше я хочу сказать? Так, про валюту я сказал. Комиссия. Так, сейчас я опять остановлю запись. И снова. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok счет, как дополнительная степень надежности и прочее. Да. В чем вы храните подушку безопасности? Где? Ее рекомендуют на счете банка. Рубли, потому что оборот в рублях. Допустим, мне нужно заплатить за учебу, я тут же снял, заплатил. Это не подушка безопасности, это текущие платежи. Подушка безопасности у меня отдельно. У меня есть подушка безопасности отдельно, социально-накопительная программа, это в австрийской компании страховой. Вот. И здесь, смотрите, что такое ИИС? Это тоже подушка безопасности. Что такое структурные продукты? Это тоже подушка безопасности. С них деньги не выведешь. Просто так. То есть, с австрийской накопительной программы деньги не выведешь. Они там далеко, в Австрии. Их не так легко вывести. Можно, но не так легко. Значит, структурный продукт закрыть, это, извините, это будут потери. Он закрывается либо по истечении срока, либо... Когда там. Либо по условиям. То есть, это структурный продукт. Соответственно, вот это такие вещи. ИИС на три года открывается, с него деньги не выведут. Только туда. Значит, получается, вы сумму, которая вам, грубо говоря, на три месяца проживания в вашей семье, где храните? На брокерском счете. Она у вас лежит, допустим, в рублях, либо в долларах? Нет, она в активах. В активах. Вам завтра нужно 100 тысяч, допустим. Вы как их выведите? Вы продадите активы по убытку? Все бывает нужно. Вот сейчас было нужно за учебу дочери заплатить там... Да, я продавал активы. В убытке. Почему? Сейчас, допустим, что-то падает, и вам нужны срочно деньги. Поэтому нужно час денег держать в долларах, да. Или в рублях. Значит, все-таки кэш на брокерском счете лежит кэш. На брокерском счете лежит, в том числе, и кэш. Но, значит, на такие случаи лучше держать деньги в облигациях, чтобы он еще и работал. Облигации в любой момент можно продать, и они приносят какой-то доход. Да. Только если это кривая, когда берешь облигацию, как я понимаю, я взял по вашему рекомендации эти 28-е, там 170% сейчас. Не-не-не-не, там все нормально, там как бы все нормально, вы 170... Все, вы просто... Нет. В общем, у вас на брокерском счете. Я экспериментировал, у меня на карте это трехмесячные расходы лежат на пластике. Там у меня 7% годовых в Совкомбанке, я так делаю. Отдельный счет. Да. Да, хорошо. То есть, нет, это вполне, 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 так сказать, как бы... Лучше, чтобы они приносили доход, там Совкомбанк, пожалуйста, он приносит доход какой-то, вы знаете, через три месяца у вас большой, так сказать, как бы расход. Вот. И я сейчас у меня, вот, ну, расход на дочь, конечно, сказать, там, да, вот, ну, я больше выполняю, чем вывожу. Ну, вот это вот был случай, когда мне нужно было, там, пять тысяч евро заплатить с лишним, там, больше, с путешествием. Тут я распродавал активы. Разрешите второй вопрос? Давайте, да. По поводу ИНН, как уточнить, я на Дальнем Востоке, как мне уточнить, какой именно у меня ИНН при переводе, при пополнении? Мне звонить нужно в техподдержку. Вы показали, что у вас московский адрес при выборе в личном кабинете, в открытии... А, вот этого, брокера, да. Филиал брокера. Вы где находитесь, какой город? Дальний Восток, Амурская область, город Благовещенск. В Благовещенске есть филиал открытия, нет брокера? Мне сегодня на меня вышел молодой человек, как раз потому, что у меня незакрытая заявка осталась по открытию, и сказал, что вроде бы как есть в Благовещенск открытие брокер, отделение какое-то есть, какое-то отделение есть. Ну, не знаю, значит, смотрите, здесь очень просто, на самом деле. Вы заходите на сайт openbroker.ru и вводите свой город, и там выскакивает ближайший к вам офис открытия брокера. Но, но, если вы открывали в онлайне, то... А, кстати, как понять? Вы смотрите там этот самый... В каком филиале вы открывали? Я вчера экспериментировал, он мне Владивосток показывал ближайшие. Ну, вероятно, так и будет. Я не знаю просто точно. Вот здесь надо в техподдержку позвонить и узнать, на самом деле. Вот, но вот если со Сбербанка, если с Тинькова, там не так важно, на самом деле. Они появятся. Хорошо, ладно, все вопросы потом. Насколько я понимаю, насколько я понимаю, все, кто через меня прошел, в общем-то, в основном в центральном филиале, честно говоря. Вот, но здесь не факт. Вот, здесь не факт. Есть люди в других филиалах, там есть структура такая. Смотрите, давайте пояснем. Дело в том, что открытие брокер имеет ряд филиалов, и за каждым клиентом, который открыл брокерский счет, личный менеджер закрепляется. Вот, и менеджер получает деньги. За каждого клиента понятно, да, как он работает. Если у клиента, кстати, есть какие-то активы, значит, вот часть от комиссии получает менеджер. Ну, соответственно, те, кто через меня прошел, в основном идут в московский филиал. Вот, но не все, не все далеко. То есть, есть люди, которые идут туда. Если вы находитесь в Благовещенске, то, как правило, значит, я говорю, что вот человек от меня придет и так далее. Они посылают сейчас уже эти данные в соответствующий филиал. Если вам звонили из Владивостока, значит, ваши данные передали во Владивосток. Хорошо. Я экспериментально, может быть, да, там, тысячу переведу. Если нащупаю, где что, без потерь, тогда я основную сумму буду до 50 переводить, чтобы уменьшить процент. С какого банка переводите? Вы порекомендовали ВТБ, также без комиссии. Я на ВТБ, у меня он есть, заведу и попробую с него. Смотрите, берет ВТБ комиссию или нет. В общем, если не получится, тогда буду открывать себе Тинькофф. По моей ссылке, пожалуйста. И вы получите небольшую плюшку, и я. Она у вас под видео, насколько я помню, каждом есть. ВТБ не берет комиссию, да? Все, хорошо. Спасибо. Пока все. Вот, кто-то говорит, что ВТБ не берет комиссию. В чате написано. Вот. Я просто не знаю про ВТБ, но вроде не берет. Да, я тоже экспериментировал с БирВТБ. По вашей рекомендации, там, пополнение сторонних банков. Не взял, а софкомбанка потребовали, и там 20 рублей, и там 30 рублей. Да, да, да. Ну, зачем платить, когда можно не платить. Спасибо. Как через вас открыть счет в открытии? В каком открытии? Брокерский дом открытия? Заходите openbroker.ru и открываете. Здесь проблем нет, это все будет через меня по-любому. Потому что, ну, потому что в открытии точно совершенно, ну, я получу за вас вознаграждение. А у других брокеров никак. Брокерский, брокерский, пожалуйста, вы уже через меня совершенно точно идете. Вот. То есть, здесь, да, разницы никакой на самом деле нет. Разница в том, что, ну, я могу получить что-то, могу ничего не получить. Вот. Ну, я, конечно, хочу получить что-то. Ну, часто не получаю. Мимо меня очень много людей тоже прошло, которые благодаря мне открыли брокерский счет. Ничего страшного. Вот. Ничего не надо делать специального. Все делаю я. Вы мне сообщили данные. Я сообщил открытию, что вот этот человек идет через меня. И если вам позвонили, то это значит вот от меня. Больше никому я данные ваши не даю. Давайте еще вопросы. Так, не видно вопрос. Разрешите? Давайте, да. Если денег нет на счете по поводу налогообложения в конце, допустим, этого периода, допустим, годового, я, допустим, деньги не вывожу, что брокер сделает? Он просто меня в минус вгонит? У меня, допустим, лежат деньги в акциях, в ОФЗшках. Я совершил в течение года операции. Как он с меня снимет налог? Если у вас есть какая-то сумма к выплате, год заканчивается, то в конце года, в конце года вообще всем приходит сообщение от брокера, что заканчивается налоговый период. И по окончании, значит, пожалуйста, посмотрите, какие налоги у вас начислены, чтобы у вас была эта сумма в кэше. Понял, предупреждают заранее, чтобы я подготовил кэш. Сумму они не говорят, они говорят, посмотрите, позаботьтесь о том, чтобы соответствующий кэш был. Это получается через брокерские отчетки в личном кабинете я должен заранее узнать? В личном кабинете отчет по налогам, налоговый калькулятор. Спасибо, понял. Да. Если у меня есть ИИС, ему больше трех лет, я могу, не закрывая счет, вывести с него часть средств. Нет. Вы можете полностью, ИИС можно только полностью закрыть, а потом открыть на, так сказать, снова уже вот как-то так. По-моему, так. Вот. По-моему, на ИИСе не предусмотрен вывод вообще. То есть его можно только закрыть. Все деньги ваши можно закрыть. Если вы хотите закрыть ИИС до срока, когда истекает, ну, там какие-то, совсем форс-мажор, то с вас возьмут то, что вы воспользуетесь изготой. Вот. Если по первому варианту, то есть вы вернули НДФЛ, да, сказать, там как бы на свой банковский счет, ИИС закрывается не быстро, потому что налоговая проверяет, были ли вам выплаты по НДФЛу. Если были выплаты, то вы получите деньги с ИИСа за вычетом этих выплат. Ну и штрафные, может быть, санкции. Они небольшие. Вот. Но ИИС, насколько я знаю, только вот закрывается. Возможно, можно новый открыть тут же и на более короткий срок. Вот тут я не знаю. Еще вопросы. Очень важно, про валюту вы усвоили, вот про SWIFT. Не попадайте на 20 долларов, это очень больно. То есть 1% это фигня. 20 долларов, там где-то будет же написано предупреждение, правильно? Либо... Может быть и не написано. Понятно. В этом вся беда. Поэтому предупреждаю. Просто были случаи, когда... А я Синькова, говорит, на брокерский, совершенно спокойно перевела. Я говорю, ну, с тебя Тинькова взял 20 долларов. Не может быть. Ну, проверь. Проверила, да, взял. А так, говорит, хорошо, что легко получилось. В общем, вы рекомендуете внутри банка. Банк открытия, брокерский. Это вот конкретная рекомендация. Конкретная так. 20 долларов не теряйте. Я тут от Патреона некого забыл отписаться. Так с меня 100 долларов сняли. Инвестиционные советы. Да уж. Да, да, есть такое дело. Пришлось карту блокировать. Спасибо, хорошо. Давайте еще вопросы. Так, я вам столько наговорил информации, и что, все понятно, да? Ну, хорошо. Тогда, значит, что, завершаем. Значит, могу сказать следующее, что на следующем занятии еще про безопасность. Вы узнаете, почему брокерский счет тем более безопасен, потому что там фантастическая совершенно система безопасности. То есть, даже если вот я почему показываю свой брокерский счет, там, скажем, видно, там может быть даже номер брокерского счета и так далее. Даже если кто-то уведет у меня все, так сказать, параметры, он все равно не сможет снять деньги. Как это организовано, эта система, я на следующем занятии расскажу. И будем уже конкретно подключать терминал КВИК и, может быть, даже регистрировать на следующем занятии. Поэтому брокерские счета должны быть у всех. Потому что, если нет брокерского счета, то вы не сможете установить терминал КВИК, потому что его просто не к чему подключать. Это обязательно уже брокерский счет нужен. Следующее занятие будет в субботу в 17 часов. Если нет брокерского счета, то, в общем, скажем, ну, как бы вот... Дальше уже практика уже, ну, она нужна. Вот такие пироги. Так, если есть вопросы, давайте. Если нет, ну, я старался сегодня сжато быстро все успеть, я все успел. Следующее занятие будет тоже достаточно насыщенным, будет достаточно много информации. Дальше будет по количеству технической всякой информации все по нарастающей. Я сразу могу предупредить. Иногда у вас будут взрываться мозги, вскипать. Если такое происходит, говорите. Я буду останавливаться и просто дальше уже... Просто лучше на следующее занятие отложить. Потому что, ну, будут некоторые вещи, которые, так сказать, очень-очень много информации. Чисто практической. Вот. Сегодня что я делал? Смотрите, вы, наверное, заметили, что я регулярно прерывал. То есть у нас не три части будет, а там пять видео различных. Потому что, ну, я старался их по тематически, вот какие-то вот блоки информационные разбить. У каждого блока будет свое наименование для того, чтобы вы потом в плейлисте могли видеть соответствующий блок. Там вот вывод валюты, значит, пополнение брокерского счета, какие нюансы, пополнение брокерского счета в валюте, какие нюансы. Потому что они будут возникать. Ну, то есть, естественно, это делается один раз, например, да, а потом раз, забыл, и все, и все. А потом брокерский счет перенести там на другой компьютер уже надо все это восстанавливать, поэтому все это будет. Вот. Ну, а на сегодня-то, да. Разрешите? Да. Получается, у меня квик подключен к ВТБ. Я ключи сделал, все функционирует. Сам я хочу открыть в открытии еще один, второй брокерский счет. Тут мне не нужно будет квик перестраивать, перенастраивать на открытие. Нет, там все по-другому. У вас другой квик будет. Вторая какая-то программа. Второй квик, еще один. На каждый брокерский счет отдельный квик. У меня два квика стоит. Один на брокерский счет мой, другой на брокерский счет жены. В одном брокере? У одного брокера, да, два квика. Разный брокерский счет. А так программа, как таковая, не отличается друг от друга? Теоретически они не отличаются, но отличаются принципиально. Как вы поймете на следующем занятии, потому что это важно, там, ну, как, связь, сервера и так далее, там все по-другому. Я на видеороликах ваших обратил внимание, что у вас версия другая. Версия квика другая. Я сравнивал со своей, у меня почему-то другая. Я пытался обновиться, думаю, почему я не соответствую вашей. Вот, значит, почему. На брокере открытие другая версия. У брокера открытие, во-первых, другая версия, другие настройки и другие сервера, там все по-другому. И другая регистрация, там ключей нет. Понял. Хорошо. Буду пытаться за эти пару дней сделать себе счет, чтобы... Ну, смотрите, это не так важно, на самом деле, ВТБ, он принципиально не отличается, вот, сам квик. Но система защиты там просто немножечко по-другому настроена, что лучше, я не знаю. Ну, вот, я знаю про открытие, я буду рассказывать про открытие принципиально. Но я думаю, что ВТБ там тоже все должно быть нормально. Но мне не нравится вот эта вот система с карточкой, с флешкой. Мне не нравится, честно говоря. Ну, я ее сделал, оказалось, не так сложно. Он в большей степени нужен для стоп-заявок. Стоп-заявок. А так телефон, телефон прекрасно, конечно, я через телефон. Конечно, бесспорно. Спасибо. Стоп-заявки. У открытия есть ключи. Да, ключи есть, но... Да. У открытия ключ привязан к компьютеру конкретному. Все. То есть другого компьютера не зайти. Вот так. Ну, об этом в следующий раз. Все тогда на сегодня. Все, до встречи. Спасибо большое. 12 часов. Все. До встречи. Все, включаю запись. Ну вот, все, что я хотел на сегодня рассказать. Такая часть и теоретически, и практическая я рассказал. Ну, информации много. Какая-то информация достаточно очевидная, какая-то не очень. Я постарался акцентировать на тех моментах, которые важны. Так сказать, чтобы вы не потеряли там на комиссиях, чтобы вы не потеряли на свифт-переводах. Я об этом все сказал, как переводить, все полностью рассказал. Давайте вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.